Магнитогорский «Металлург» на позитивной ноте завершил очередную домашнюю серию. После досадного поражения от «Автомобилиста» команда ослабила свои турнирные позиции, и ее место в зоне плей-офф оказалось под угрозой. Но «Магнитогорцы» сумели достойно провести матч с одним из лидеров, «Авангардом», одержали волевую победу и даже поднялись на одну строчку в таблице. Как это было, расскажет наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. В преддверии матча в Магнитогорске автомобилист из-за травмы потерял своего основного галкипера Якуба Коваржа. Место в воротах команды занял 19-летний дебютант КХЛ Владимир Галкин, минувший весной признанный лучшим вратарем молодежной лиги. Увы, воспользоваться его неопытностью «Металлургу» в полной мере не удалось. Правда, хозяева сумели открыть счет уже в дебюте. Хорошую атаку с участием Брэндона Козуна и Эрика Удела завершил Богдан Потехин. Бросок у него не совсем получился, но помог удачный рикошет. Гости отыгрались довольно быстро. В очередной раз отличился один из главных специалистов по магнитке, защитник Алексей Василевский. И он сумел забить с помощью рикошета от клюшки Одела. В начале второго периода классным броском в дальний угол Денис Расмуссен снова вывел хозяев вперед. Но оставленный без присмотра перед воротами Питер Холланд удачно подставил клюшку под бросок партнера и восстановил равновесие. А вскоре, после неоправданно жесткого приема Плэта, Расмуссен ударился головой о борт и с сотрясением отправился в раздевалку. Когда до конца основного времени осталось меньше двух минут, Брукс Мэйсик на удачу бросил от синей линии, и шайба рикошетом от конька Артема Минулина попала в ворота Василия Демченко. Два-три. Команда сегодня была очень настроена по боевому. Все-таки мы в предыдущем матче Металлургов упорной борьбе проиграли. Поблагодарим парням, сделали все, что надо для победы. Неделей ранее Металлург Балашихи потерпел разгромное поражение от «Авангарда» 1-6. Однако на родном льду оказал сопернику достойное сопротивление. Магнитогорцы не допускали серьезных ошибок, более уверенно контролировали шайбу. Заметно уступив по броскам в стартовом периоде 5-11, во втором хозяева атаковали гораздо чаще и опаснее. 14 раз попали в створ, но пропустили. Счет открыл Егор Мартынов. В дебюте третьей 20-ти минутки Виктор Антипин в одиночку лихо прошел оборону гостей и переиграл Игоря Баткова. На сей раз дело дошло до овертайма, в котором Металлург большую часть времени провел на чужой половине площадки. Шайба редко доставалась соперникам, и в конце концов их попытка начать атаку привела к великолепному перехвату Николая Кулемина. Именно он классным броском в дальний угол и остановил секундомер досрочно. 2-1. Хорошая игра, очень плотная такая, и ребята здорово отработали, молодцы. Наконец-то где-то, может быть, чуть-чуть удачи в нашу сторону появились, и нам очень нужны были 2 очка. Благодаря этой победе мунитогорцы поднялись на седьмую строчку в таблице Востока. После заключительного недельного перерыва в чемпионате КХЛ Металлург проведет очередную гостевую серию, которая начнется 11 февраля в матче в Москве против Спартака. Павел Зайцев, телекомпания ТВИН.